Здравствуйте, товарищи! Значит, у нас с вами осталось два занятия, сегодняшнее и следующее, понедельник. А потом у нас будет экзамен. Экзамен у нас будет пока по плану. Пока. 11 числа, также в 17.20, а накануне в 17.20, то есть 10 января, будет консультация. То есть вы можете прийти и задать вопрос и так далее перед экзаменом. Единственный вопрос, который у нас вставал с диспетчером при обсуждении, это вопрос аудитории. Пока мы записали эту же аудитории, я не думаю, чтобы в экзаменационное время она бы потребовалась кому-то больше, чем нам. Ну, это еще вопрос обсуждаемый. А что касается даты, экзамены и консультации, они уже решены. Так что вот, будьте добры, появитесь на экзамен. Теперь экзамены вы знаете, как проходит. Вы выбираете один вопрос, который вы знаете очень хорошо, чтобы продемонстрировать свое знание и понимание. И излагаете его. Если вы излагаете его хорошо, то я соответствующую оценку и ставлю. А если вы выражаете его, излагаете плохо, то если вы самый любимый вопрос, который вы сами выбрали, не знаете, то что я должен подумать про другие вопросы? Как вы думаете? Тогда и спрашивать по другим вопросам и не нужно. Правда? В этом, так сказать, вот обратная сторона такого доброго отношения, когда говорят, выбирайте сами вопрос. Действительно, ну сами выбрали, но если вы любимый даже не знаете, что говорить там о нелюбимых? Вот. Значит, понятно, что во время экзамена вы должны продемонстрировать умение. Вы должны свой ответ написать на страничку, желательно не больше. По этой страничке я вполне в состоянии определить, как вы знаете. Еще у меня вопросы будут, возможно, по этим. Если вы там будете что-то не то, напишите. Смысл вопроса в том, как и всего экзамена, в том, чтобы это все форма учебы. Правильно? Вот. Вы уже знаете, уже вы в магистратуре. Уже приближается время, когда вообще не будет экзаменов у вас. Никаких. Что для этого нужно? Для этого надо поступить в аспирантуру, ждать экзамены кандидатского минимума и один еще максимум. Зачем его придумали, не знаю, я и не сдавал. Потому что когда у нас были экзамены аспирантуру, такого еще не придумали. Экзамен максимум, потому что довольно странно принимать экзамен по содержанию диссертации у человека. Естественно, он на те вопросы, которые он же сам подготовил и ответит. Поэтому обычно экзамен максимума это всегда положительный, с пятеркой. Но это вот дополнительная потеря времени, вместо того, чтобы писать диссертацию, защищать. Второе, что изменилось с того времени, как вот я сдавал свое время, я сдавал экзамены кандидатского минимума. Очень просто. Три профессора собираются, и ты сдаешь им экзамен. Потом другие три профессора по другому курсу собираются, и ты сдаешь им экзамен. Сейчас нужен приказ ректора о том, что будет экзамен. Да не больше двух экзаменов в сессию. Хотя человек мог бы сдавать быстренько, сдал бы все экзамены, сидел бы и писал бы диссертацию. И не отвлекался бы на всякие дела. Тем более сейчас еще любят аспирантов чему-то еще учить. Зачем аспирантов учить? Пусть они это научатся, написав самостоятельную работу. И вот это последний этап, на котором вам придется сдавать экзамены, потому что как только вы из этого вырветесь, то уже, если человек пишет кандидатскую диссертацию, то уже никаких экзаменов не может быть. Вы сами выбираете себе тему диссертации, правильно? Сами. Потом, разве бывает такое, чтобы в отзыве на вашу диссертацию не было бы замечаний? Обычная структура отзыва оппонента официального такова. Тут диссертация такая-то, актуальна, актуальную тему. Это здорово, это хорошо, это правильно, это доказано, обоснованно. Но есть недостатки. И такие ящики, и раз такие, и раз этакие. Но отмеченные недостатки не снижают в целом высокого уровня работы. Работу оцениваю, как вклад там, кто-то, кто-то, как отвечающую тренерам, предъявляемым кандидатским диссертациям по специальности такой-то. Докторскую, если вы защищаете, то же самое. Актуально, та-та-та, та-та-та, вам пишут отзывы официального оппонента или отзывы ведущей организации. Хорошо, хорошо, а вот это плохо, 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 плохо. Ну, отмеченные недостатки не снижают высокой оценки данной работе в целом. А вот если кто-нибудь напишет отзыв, официальный оппонент, которому не будет недостатки указано, это считается что-то нехорошо. Такого не может быть. Потому что вообще-то не может быть таких работ, в которых нельзя было бы увидеть недостатки. Правильно? Даже на солнце есть пятна. Вы еще ярче солнца светите? Такое научное светило. Вот эти научные светила, они как-то их-то начинают тогда, как-то путь их прохождения чернист. Поэтому отнестись, надо к этому совершенно спокойно. Но уж никаких экзаменов-то не устраивается. Это не экзамены, это вы свое предлагаете видение. Вы двигаете науку, а вам как бы стоят вот плотными рядами тут кандидаты наук, а вы хотите в этот ряд втиснуться. Естественно, так втиснуться просто не получается. Но если вы еще в докторские хотите втиснуться, ну вообще нахаловый, поэтому обычно еще доктора уже в возрасте, такие, а вот пришли вы и хотите, как я, тут сидеть и быть профессором, ну мы посмотрим, что вы там говорите. Мы уже давно это все и знали, и избираем, а вы там что нового у вас в работе, что интересного и так далее. Поэтому обычно картина такая, слабые диссертации проходят. Потому что спят, члены ученого совета, в это время там что-то вещают, вещают, все это выполнили, все зачитали и пошли. А вдруг, если вы пошли, окажется, вот у нас было все неправильно, а вы все предлагаете правильно. И новое слово, а с точки зрения положения присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий докторской считается работа, в которой открытое или новое научное направление разработано, или она решает крупную народно-хозяйственную или культурную задачу, имеющую важное культурное значение для всей страны. С одной стороны, вот вы такое напишете, скажете, ну нахал. А с другой стороны, не напишете, значит, не можете защищать. То есть вот такая задача. И вот, то есть вы хотите встать рядом с нами вровень. Ну вот, бывает так, что вот если человек молодой, он не сразу это делает. Бывает. А требование какое? Если вот на экзамене тут вообще, я считаю, это просто мрак. Вот вы приходите, у вас никаких прав, а у меня все. Ну это вообще черти что. Правильно? Вот вы придете, я могу вам поставить 5, 4, 3, 2. Ниже не могу. Единица не предусмотрена. А когда защита, надо, чтобы было две трети. С одной стороны, ваша работа должна быть новой, невиданной. Скажите, пожалуйста, может быть так, чтобы вот новая невиданная, если из него было бы сразу две трети голосов? Может такое быть? Как вы считаете? Вот никто такого не слыхивал, не видывал того, что вы написали, и снялся за него две трети. Может такое быть? Почему нет? А? Может. Может. Вы видели такое? Я не видел. Обычно бывает, если вы не сильно новая, ну там, да. А если действительно сильно новое, изменяющее такое, то обычно, ну, больше половины, то есть люди вот серьезные, так сказать, больше половины выступают. Но для того, чтобы вы защитили диссертацию, должно быть две трети голосов ученого совета. Точно так же, как вот, например, чтобы работать профессором, у вас взяли на должность, и все. Если у вас есть докторская диссертация, защищена. А если ученые звание профессора, надо две трети большого ученого совета университета. Вот бывший проректор университета, мой товарищ, первый проректор, когда он шел на звание, его два раза прокатили на звание, два раза. А меня один раз все прокатили, и звали еще. А я не пошел. Думаю, пойду еще. Второй раз прокатят, а потом скажут, вы и в должности не можете работать. Я дождался, когда я в должности еще раз пройду, как бы уже постарею чуть-чуть, лет на пять. И вот второй раз уже, когда я два раза проходил на должность, оба раза большой ученый с этого университета голосует за. А как через звание не давать? Ну, я проголосовала больше двух-третей, и все. И у меня вопросов не было. А до этого у меня были вопросы. У вас, говорю, какие претензии есть? Я хотел бы спросить тех, кто голосовал против. По науке нет, по учебе нет. Наверное, по политике. Наверное, тут в партком сидит. Они так как-то все. Мы же конфликтологи понимаем, что все это связано с разными конфликтами. И на все эти процессы смотрим не только с точки зрения своего участия, но и с точки зрения понимания того, как разрешаются эти конфликты. Скажем, некоторые люди уповают на то, что вас зарубит экзаменатор на экзамене, а вы пойдете и напишите заявление директору. И директор назначит комиссию объективную. Из кого? Из ваших друзей или из моих друзей? Ну, как вы думаете? Ну, не из студентов живой, но из моих студентов. Вы зачем написали директору? Придет комиссия из моих. И она напишет мне волчий билет, что Михаил Васильевич, вместо того, чтобы требовать этих студентов, он проявил гнилой либерализм. На дно надо было выгнать его, а он до сих пор довел его до такого состояния, что сейчас приходится разбираться. И поставит меня на вид за либерализм. Ну, как может быть еще иначе? Мы же с вами реалисты в этом смысле. Вот, поэтому надо относиться к этому, к экзамену, как к такому неизбежному, малоприятному, с одной стороны, мероприятию, а с другой стороны, надо к трудностям относиться спокойно. То есть это, так сказать, такой способ проверить знания. Я как-то негативно рассматриваю этот экзамен, рассказал. А теперь как позитивно. Вот когда вы слушаете лекции, вы кто? Лошадь, потребитель вы знаний. Потребитель знаний. Если вы много знаний потребите, то вы эти кто будете? Большой потребитель. Это хорошо? Ну, ты большой потребитель знаний. И что хорошее в этом? А кто ценится в обществе? Не потребители знаний, а? Кто-то применяет. Ну, если только применяет, он и есть потребитель. А вот тот, кто производит эти знания, научные работники, вот они производят, да? Так вы хотите производить. Так вот, во время лекции вы сидите, я произвожу как бы знания или воспроизвожу? Потому что не все знания, которые я воспроизвожу, это я сам придумал, правда? А некоторые я, так сказать, взял из предыдущих источников, от других авторов и так далее. А вы потребляете. А вот когда вы приходите на экзамен, то я кто? Вот я вас слушаю, а вы сдаете мне экзамен. Кто я? Потребитель я знаний, потребитель. Вы излагаете, вы знания даете, я сижу и слушаю. Поэтому экзамен, надо вас славить как такую форму обучения, когда вы выступаете, ну, как и зачет тоже, в качестве производителя знаний. Если вы умеете сдавать экзамены, умеете сдавать зачеты, защищать свои позиции, хотя бы, так сказать, хотя нельзя объять необъятное, и не по всем вопросам вы будете знаток, но по каким-то вопросам вы можете это рассказать. Потом у нас ограниченное число вопросов и круг, у нас проблемы тоже ограничены по главным вопросам. Тем более, что некоторые товарищи уже здесь в ходе нашего обучения, вот я вот этого товарища имею в виду, для него будет экзамен точной формальности. Я чисто формально подойду к его экзамену. Он, конечно, возьмет вопрос, придет, но я не думаю, что у нас будет долгая беседа. Может, какие-то замечания у него будут к моей работе и у меня, потому что к его работе особенных замечаний нет. То есть я хочу сказать, что экзамен в этом смысле – это счастливый час или счастливый день, когда есть возможность проверить свои знания. Вы же нуждаетесь в том, чтобы убедиться в том, что ваше воспроизведение знаний соответствует научным требованиям, которые предъявляются. Правильно? Потому что одно дело я думаю, что я так правильно все излагаю, а другое дело, что вот вы можете убедиться и в этом смысле, и в этом случае вы выступаете как некий производитель, а я как некий АТК. АТК нужен вообще, чтобы у нас брак не шел, правда? Ну вот, а работник АТК – это скромный работник, который говорит, это брак, это оставить, это выбросить, это оставить, это выбросить. Больше ничего. Что еще? Что может сделать еще экзаменатор? Он должен… Приятно, когда экзаменатор, так сказать, вот констатирует ваши глубокие прочные знания и пишет отлично. Это же хорошо. Вот, поэтому я думаю, что надо к экзамену отнестись с уважением. Несмотря на то, что я сказал, что экзамена не надо переоценивать. С другой стороны, недооценивать тоже нельзя. Поэтому у нас с вами будет консультация, на которой опять будет еще, вы последний раз будете потребителями, потому что вы будете меня спрашивать, а я должен буду воспроизводить ответы на ваши вопросы. На какие? На любые, да? Правильно? По вопросам курса. На любые вопросы вам непонятные. Вы вот читали, занимались, и что-то вам осталось непонятное. Вы что, хотите дождаться до экзамена, чтобы я у вас спросил? Или лучше у меня спросить? Накануне 10-го. Ну, выбирайте. Лучше спросить у меня и продемонстрировать, что вы так заинтересовались и заинтересованно задаете вопросы. Или дождаться, когда я у вас спрошу, а выяснить, что вы… А что же вы не спросили меня, если вам непонятно? Что вы меня вчера не спросили? Или вчера, если бы вы меня спросили, это за мой счет, а вот сегодня, то есть 11-го, это за ваш счет будет уже. Все ваши огрехи, это будут чьи огрехи ваши? А ты сказать, Михаил Ильич, я вот вас слушал, и это как-то непонятно, вы излагали, а вот это что на самом деле? Я должен отвечать. Я могу не отвечать на какие-то ваши вопросы. Единственное, что вот оценка у меня не поставите. Ну, формально, на консультации. Ну, морально-то можете мне поставить, сказать, мы ему вопросы задаем, а он отговаривается, уходит куда-то. Не растолковывает. Вы – взрослые люди, оценивать можете. Моральная оценка – ничем не хуже, чем формальная. Подумаешь? Формальная тоже есть. У нас там какие-то есть отзывы, как преподаватели оцениваются. Но как-то там это не работает. Так, кто-то ленит оценивать преподавателей, студенты ленятся оценивать преподавателей. У нас какие-то анонимные опросы, выговариваясь. Анонимные почему? Боятся. вот вам нужно только анонимно потому что вдруг я вам раз и двойку а посмотрите как в интернете все революционеры они очень все боятся пишут там красный зеленый серый там такой сякой спартак я-то в интернете тоже выступая обычно говорю михаил попов только до того как мы все курсы прослушаем вот уже можно писать что угодно так работает ну да с одной стороны а с другой стороны некоторые есть люди которые независимо от того как как кто где оценивают стоят на этой позиции которые они считают для себя истинной и еще и тоже неплохо живут прямо уж так что у нас там кого-нибудь так стресс преследует я таких случаев не знаю обычно люди просто не могут нормально выступить и толком изложить никакую позицию потому что у них эти позиции такое отработанное нет вот современный интернет тому явное воплощение то чего угодно там говорят и прям предположенные позиции что да ничего ну кто за домашних какие-то террористы используют интернет для того чтобы сколотить их кого-то группу для террора конечно их преследует хотите от государства государства на бороться с терроризмом а так обычно плачут люди слабые потому в котором нечего сказать или они им есть что сказать но они не могут это выразить потому что доказать и не могут документальные там убедительно объяснить и так далее одна из наших задач хоть и занятий состоит в том чтобы свободно и легко излагать свою точку зрения и доказывать те положения которые по вашему убеждению являются правильными все пример вот ленин как вы к вам из вы знаете он значит руководил партии он революционер а он сдавал закон божий сдавал давал какие оценки получил отлично он по юриспруденции буржуазные экзамены сдавал он же приехал сюда сначала было было участие в сходках студенческих в казани где он учился его оттуда выгнали за эту сходку и потом мамаша его хлопотала о том чтобы у него приняли экзамены в санкт-петербургском государственной россии поскольку папаша у него имел дворянский чин и поэтому мамаша тоже стала дворянкой и соответственно владимир ленин тоже был дворянин и вот просьба дворянину ленину разрешить здесь сдавать экстерном пошел бы он сейчас сюда сдавать экстерном у нас экстерна нету вы можете что хочешь делать экстерном не пройдете ни за что а тогда был и долго там была картина вот в нашем коридоре большущем коридоре нашего главного здания как ленин сдает экзамен потом эту картину убрали и другую повесили ну и как он какие оценки получил отлично 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 все оценки отлично и экстерном сдал экзамен по юридическому факультету на отлично но это вовсе не значит что он обязательно этому присягал этой самой буржатной идеологии то есть человек еще должен продемонстрировать что он может что-то запомнить сдать и если вы скажем все вполне может состояние сдать экзамены по этому курсу это из этого вовсе не следует что и со мной во всем согласно правильно совсем из этого не следует но это значит что вы состоянии воспроизвести все что здесь так сказать преподается подумаешь великое дело что такого тут особенного а если вам надо будет вы так и творчески это дело переработайте примените так как вы считаете нужным а не так как кто-то считает нужным потому что обучение в университете это подготовка к определенной жизненной борьбе и в этой жизненной борьбе вы предоставлены в общем-то сами себе никто вас почти особенно не будет это здесь можно сказать вот меня не так учили мне это не дали а потом вам скажут так это ваше дело вы учитесь что хотите читайте где хотите занимайтесь это уже чувствует конечно аспиранты а вы вот закончив аспирантуру получаете то право которое раньше имели все специалисты которые заканчивали пятый курс получали право поступления в аспирантуру и соответственно защиты кандидатских диссертаций теперь этот круг очень сужен до магистров вот магистров вы видите здесь не 400 сидит раз в 100 меньше вот эти магистры имеют право на поступление в аспирантуру а человек по имеющий право на поступление в аспирантуру может защищать кандидатскую диссертацию ну вот много очень Мы настроили формальности и трудностей на этом пути, но, тем не менее, этот путь преодолим. А человек, защитивший кандидатскую диссертацию, человек, который свою позицию, свое видение какой-нибудь проблемы, которую он решил, он вполне отработал, и он знает, что на эту тему написано в литературе, и он внес обязательно новизну. Главное требование к кандидатским диссертациям – какое? Новизна. Если нет элементов новизны, и это диссертация, может, хорошая, может быть, книжечка, заметочка, статейчка, что хотите, только это не диссертация. Поэтому, если есть новая, поэтому главное, над чем приходится работать, что новое вы внесли в науку. Не что вы внесли из нее, а что внесли. А уж, что касается докторских, там это новое научное направление, или вы решили крупную народно-хозяйственную или общекультурную проблему. И это надо обосновывать, что вы это решили. И вам придется приучаться к тому, что я, я это сделал, я, я хороший, я сделал, я, это не вы, это я, не вы, не вы, я. И так далее. Это поначалу очень как-то странновато бывает для того, кто начинает защищаться, но такого требования. Некоторые так потом и приучаются к этому, так говорят, я, 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 все. Хотя, на самом деле, ничего он особенно такого не сделал. Поэтому тут есть такие вот подводные камни. Как бы сам человек не подумал, что он такой вот великий, что он только один это все знает, больше другие не знают. Поэтому людей среди, так сказать, ученых, не скромных, которые, так сказать, присваивают себе то, чего они, в общем-то, не сделали, очень много. И наоборот, если вы возьмете Маркса, вот он, как вы думаете, он, что сделал Маркс вообще? Вы все слышали, что Маркс известный ученый. А что он вообще сделал? Ну вот, берем Маркса. Тут Маркс написал. Вот если бы он защищал диссертацию кандидатскую или докторскую, он бы сформулировал в автореферации, что он нового сделал. Я держу письмо Маркса к Иосифу Вейдемейеру, товарищу, в Нью-Йорк, Лондон, 5 марта 1852 года. Что касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты экономическую анатомию классов. Имеется в виду Адам Смит, Рикардо и другие. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего. Первое. Второе. Что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства. Второе. Что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата. Третье. Что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и обществу без классов. Это собрание сочинений, здание второе, том 28, страница 424, 427. Вот Маркс еще и сделал. Куча ничего. А все это, так сказать, сколько у него там работа. Очень много. Будь что он сделал нового. Он скромно сказал. То есть ему бы не присудили ученые степени? А? То есть ему бы не присудили ученые степени? Я думаю, присудили. Он получил ученую степень, во-первых, у них доктора философских наук за сравнение философии Эпикора и Демокрита. Эпикор – это идеалист, а Демокрит – это материалист. Он сравнил. У Демокрита были же атомы. Он сравнивал это. Но докторское, вы знаете, западное – это наше кандидатское. Так что как бы он на уровне кандидатов в науку. Ленина, естественно, и кандидатское не имел. Ну, а Энгельс не кандидатское, не докторское, и вообще про образование Энгельса вообще говорить не приходится. Ну, папа у него был зато хозяин фабрики, и оставил ему фабрику эту. И поэтому Энгельс и сам небезбедно в этом смысле существовал. И Марксу помогал доделать капитал. И помогал и деньгами. А потом, когда Маркс закончил только к изданию первый том капитала, Энгельс додерживал второй и третий том. Это адовая работа, которая, посмотреть фотографии того времени, такой в очках Энгельс, такой замученный, доделывает капитал Маркса. Поэтому вот это собрание сочинения Маркса и Энгельса вполне правильно называется. Это большая совместная работа. Так, ну вот, всякие предисловия. Вы же понимаете, что я не Маркс. Маркс вам все сказал, что он сделал. Вам-то что вы хотели? Что вы от меня требовали? Гольше, чем от Маркса, что ли? Я не Маркс. Я за Маркса не отвечаю. Я не его доверенное лицо. Ни нотариально у меня нет доверенности. Ничего. Как вы можете меня спрашивать, что прибыль? Что про прибыль? Ничего нового. Это все у Адама Смита есть. Про прибыль, про прибавочную стоимость. Теория прибавочной стоимости у Адама Смита есть. В основном, на вопрос-то не ответил, откуда прибыль берется? Как ни откуда? Никакой не ответил. Маркс собрали. Нет. Не вопрос. Нет. Если вот новое, вот если мы покопаться вот в этом отношении, надо сказать, что вот Маркс, Адам Смит никак не мог распутать это такой клубок, что вот труд продается, а если труд продается, значит одно количество труда меняется на другой труд. Другого вида. Откуда прибыль? Он не мог никак. А вот Адам Смит сказал, что продается рабочая сила. И в первых произведениях Маркса на эту тему он повторял за Адамом Смитом. Наконец выпутался из этого и стал говорить, что рабочая сила продается как товар. Товаром является рабочая сила. И тогда все встало на свои места. Но это Маркс оценивает как частный результат. А он же говорит, подводит итоги вообще его деятельности как ученого. И вот он говорит, что я сделал. Наводится к таким пунктам, которые я зачитал и сослался вам на эти пункты. Поэтому это говорит и о скромности Маркса, и о том величии этих пунктов. Потому что на самом деле для того, чтобы это разработать, и нужно было более глубоко разобраться в этой самой анатомии классов экономической. Правильно? То есть саму анатомию классов раскрыли уже буржуазные экономисты. А более конкретно и более систематично это сделал Маркс. Потому что система его, Маркса, она диалектическая. И вот у него есть диалектическая система политической экономии. Другой системы, такой развернутой, вот в науке более полной и нету ни в одной науке. Так, мы с вами очень обстоятельно изучаем программу Федерации Просудового России, задачи коллективных действий. Почему? Потому что это вот говорит... Маркс, сейчас доложиться можно про коллективную? Можно. Да, пожалуйста. Это надо выйти сюда. Сесть рядом со мной. Вот сюда я положил микрофон. Громко себя представить. И доложить. Вот. То есть вы хотите лучше сделать, достаточно, чем он? Не уверен. Постараюсь. Человек уже даже и не начав уже не уверен. Я бы начинал, был бы уверен, но потом не получилось. Ну, я не слышал доклада. А вы себя-то знаете? Себя знаю. Ну, что же, как себя прибедняете? Вчера у меня ничего не выйдет. Все равно я не допрыгну. Все равно я не приплыву. Давайте пойдем в бой. Идите за мной. Наверное, нас всех убьют. Пойдут за вами? При таком настроении. Так. Так. Давайте. А вера в победу есть фактор победы? В договоре, который вы даете, я вам его сразу верну. 1811. Да, хорошо. В нем я увидел такие сильные стороны, как... Ну, в нем, надо назвать в нем, в чем? В коллективном договоре между закрытым акционерным отчеством первого контейнера и терминала и работниками организации. В этом договоре, как бы, сам факт наличия этого договора является победой работников, соответственно, огромным плюсом для них. Что, и любого, если есть какой-нибудь договор, уже это огромный плюс? Нет, именно этот договор. А, этот, да. Да. Этот, да. Сильной стороной является пункт про то, что договор позволяет работникам учаться смежным профессиям, и, то есть, позволяет развиваться, осваивать какие-то смежные профессии, учиться новому. И тут же слабой стороной можно назвать то, что организация возмещает только половину стоимости обучения работников. То есть, если человек находит какой-то курс, по которому он осваивает смежную профессию, потом применяет ее на предприятии, то… Почему на предприятии? Он такой хитрый, этот ваш работник, хочет за счет работодателя получить смежную профессию, слинять с этого самого и спорта, и там получать большую зарплату в другой компании. Поэтому на всякий случай платить будем половину. Ну, я вот как бы, поскольку мы переговариваемся с вами по ключевому договору, давайте так, 50 на 50. Это хорошо, будем надеяться, что он у нас будет работать, но гарантии вы не даете. Можете дать гарантию, что он у нас будет работать? Вы что, привяжете, он дает и уйдет. Вот он сейчас научится и улетит, замашет крыльями и улетит. Так. Все вы хотите одобрать, всю прибыль у работодателя. Этот профсоюз, этот весь, он нам только вредит. Снова вернемся к вопросу о формулировке в пункте 1.6 «Учет мнений и согласований». Да. И в старом, в новом договоре в пункте 1.6а написано «Учет мнения правкома предусматривает обязанность работодателя перед изданием акта ознакомиться с мнением соответствующего правкома». В случае получения отрицательного мнения правкома работодатель обязан провести дополнительные консультации с данным правкомом. И при недостижении согласия в ходе консультации право работодателя задается соответствующий акт, на который получено отрицательное мнение, лишь после составления протокола разногласий. Чего тут хорошего? Это вы зачитали, то же самое есть в Трудовом кодексе. То есть, если бы этого не было здесь, в этом коллективном договоре, это написано в Трудовом кодексе. Чего хорошего-то в этом учете? Вот у вас учет мнений. Нет, я не говорю про учет мнений, у меня претензия в том, что осталась и в этом договоре, и в новом, в старом, формулировка учет мнений, а от нее не избавились полностью на согласование. Понятно, что здесь состоялся акт о том, с чем не согласен правком, но заработателям остается право все равно издать этот акт, с которым все равно не согласны. Но почему тогда оставили в старом и в новом договоре? Я могу ответить вам на ваш вопрос, потому что заканчивается, в отличие от того, что в Трудовом кодексе, составление протокола разногласий. А составление протокола разногласий ранее было основанием, записано было в Трудовом кодексе, для начала коллективно-трудового спора. То есть, товарищи сразу заложили здесь угрозу забастовки. Мнение, мы составим протокол разногласий, вы можете принять решение, пожалуйста. Но мы составляем протокол разногласий и в соответствии с пунктом таким-то Трудового кодекса начинаем забастовку. Потому что это основание для начала коллективно-трудового спора. Этот пункт о том, что составление протокола разногласий является основанием для начала коллективно-трудового спора, Получно наши думцы из Трудового кодекса изъяли. Вот у меня самый свежий на сегодняшний день Трудовой кодекс по состоянию на 1 ноября 2018 года. Путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних изменений. То есть, в него по-тихому, без особенного общественного обсуждения, вносятся всякие изменения. В основном, отрицательные для работников. Например, раньше было так, что неосвобожденный председатель правкома не может быть уволен работодателем без согласования с вышестоящей профсоюзной организацией. Сейчас какой-то там из Астрахани предприниматель написал письмо в кондиционный суд, говорит, что это ставит в неравное положение. Вот рабочего можно уволить, а председателя правкома, из рабочего тоже, который, председатель правкома, который на линии огня, который сам выступает, везде просто с работодателем борется, его можно уволить просто, запросто. Вот он говорит, нет, это нарушение равенства прав, правенства нет. И взяли, и выкинули, и во всех кодексах записано, что этот пункт удален в соответствии с решением кондиционного суда. А вот тот пункт, что является основанием составления протокола разногласий, удален. А раньше они появлялись в составлении протокола разногласий. Составляем протокол разногласий. Ладно, всё, решайте, значит, вы решаете, а мы начинаем забастовку. А сейчас составляйте протокол разногласий и засуньте его в портфель. То есть тогда аризон тут был. Но аризон как раз в последнем, именно в составлении протокола разногласий. Но смысл этого пункта пропал, потому что сейчас это ничего. Да составляйте сколько хотите, это никого не волнует. Есть у вас протокол разногласий? Нет. Если вы хотите начать забастовку, то будьте добры выдвинуть требования. Надо сказать, что как всегда, во всяком вот таком действии, есть как положительная, какая-то отрицательная сторона. Раньше вот вы там, у вас есть разногласия, и это основание. Ну, а тут жёстко требуется от вас, давайте я сформулирую, что хотите. Вот если вы такие требования предъявляли к думцам, вы-то чего хотите, что вы против выступаете, этого самого вот закона пенсионного? А вы свои. У вас есть свой проект? Вы выдвинули? У вас есть проект пенсионного закона? Вот если вы депутат Госдумы, есть? Вы от ЛДПР. Нет у вас? А если были бы депутаты, вы видели, что вы вот такие, как вы, ни одного проекта другого не предъявили от ЛДПР. А вы от КПРФ предъявили хоть один какой-нибудь, хоть один человек из КПРФ, и воспользовался правом законодательной инициативой, выдвинул бы какой-нибудь проект, что вот повышается пенсия, особенно повышается пенсия и сокращается рабочее время, чтобы не получилось так, что вы удлиняете время в годах, а рабочее время при этом сокращалось. Может такое быть? Элементарно. Сокращаем рабочее время до шести часов и работаем, как раньше, столько же часов за время нашей жизни. Здоровые, в хорошем настроении. Никто же не просто так хочет уходить с работы, а потому что уже не может работать. А вы от «Справедливой России» вы выдвинули проект? Тоже никто. Еще вот вы здесь сидите в Думе, вот у вас раз, два, три, три оппозиционные партии, которые все дело свели к тому, к представлению протокола разного власти. А вот мы с ним констатируем, что надо было выдвинуть свои требования, а ваше лицо неизвестно вы за что. За что вы вообще выступаете в Думе? Вы какой-нибудь проект есть какой-нибудь хороший? Поддержим Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович сам, будучи носителем права законодательного союза, тоже никакого своего проекта не выдвинул. Вы в курсе дела? Он дождался второго чтения, когда уже не проекта нельзя выдвигать, когда можно только поправки выносить. То есть вы какую-нибудь гадость внесете, а он потом как президент будет туда вносить в эту гадость. Так вы как эту гадость там не размешиваете, и что туда не добавляете? Вот вы какой-нибудь гнилой какой-нибудь картошкой суп сварите, а потом можете туда хоть сметану добавлять, хоть сыр, хоть мясо, все будет, это порча продуктов. И что, изменилось? Сильно изменилось после этих поправок? Ну в итоге-то что, на 5 лет прибавили мужчинам и женщинам. А что такое 5 лет? Сколько у нас пенсии в месяц? Зависит от многих критерий. Средний не зависит от многих критерий. Средний зависит от величины и количества людей. 14 умножайте на 5 лет. 14 в месяц. В году сколько? Месяцев. 12 на 5 будет. 60 умножайте на 14. 14, так. Ну 60 на 14. Выдают вообще, ребята. 6 на 14 умножьте. 840. 840 чего? Тысяч. Тысяч. Вот у вас забрали, у вас лично забрали 840 тысяч. И у вас, и у него. У меня-то не забрали, я пенсию получаю. И пенсия у меня не 14 тысяч, а 20. Поэтому мне-то, как говорится, ну я тут человек-сторона, а у вас забрали 840 тысяч. И у вас, и у вас, и у вас. Дескать, а вы пока, дескать, а мы еще учимся, учитесь, учитесь, а уже у вас забрали. Вот вы сейчас в положении, как бы, работников, которые еще не работники, или уже работники здесь, и там занимаетесь, и тут уже работники. А деньги у вас забрали 840 тысяч. А 840 тысяч вы когда-нибудь получали? Вот уже от вас получили. Уже все, вам только, вы уже как бы кабальный работник, вам надо еще будет отдать 840 тысяч. С ума сойти. Так, пошли дальше. Прошу прощения за остановку. Что еще поразило ваше внимание? С сильной стороной я также выделил то, что договор провозглашает экономические гарантии для работников, то есть, пункт 3.5.5. С 1 января каждого года происходит включение тарифных ставок и должностных окладов. В пункте… Так, повышение тарифных ставок и должностных окладов. Это очень неопределенно. Если это… Вы же знаете, что с 1 января каждого года начинается очередной цикл повышения цен. Сколько у нас в год темпы роста повышения цен? По планам нашего дорогого Центробанка. Ну, там не было значимое число. 20 процентов, по-моему. Да не надо. Не надо очернять нашу капиталистическую действительность. Не надо. 4 процента закладывается Центробанком. 4 процента. А вы просто говорите повышение. А если это повышение на полпроцента, так что вы тут нам рассказываете? Если вы скажете, что повышение свыше, чем инфляция, на сколько это процентов, тогда да. А если вы просто говорите, что повышение, еще бы не хватало, чтобы снижение было. Все равно снижение будет. Это пустые слова тогда. Ну, в соответствии с договором, это же как бы, хоть на бумаге, но улучшает положение работы. А что вы взяли, что улучшается, если не повышается номинальная зарплата быстрее, чем инфляция? Нет такого. Там нет такого. Ну да, это не говорено. Это уже можно выделить слабую сторону. А что вы так оправдываете этих докеров? Славы оборолись. А вы стоите на их стороне. И так по дружбе, что ли, у вас какие-то контакты? Не знаю. Что вы их защищаете? Ну, что так слабо требует? Вы же все равно бы вставали. Так потребовали бы хоть на 2%. Вот докеры дальневосточные, их же друзья, из того же самого профсоюза, добились того, чтобы у них каждый год в январе повышалось, записали в коллективный договор. На 5% больше инфляции. То есть погашение инфляции, сколько бы она ни было, 5, так 5, 20, так 20, 40, так 40, 70, так 70. Откуда мы знаем, какая будет инфляция? Но сверх инфляции, будьте добры, еще 5%. Тогда это будет 5% повышения реального содержания заработной платы. Хотя целый год шло снижение, имейте в виду. Этот вот кусок вам никто не вернет. Так что не надо так расхваливать нам. Так, про возмещение 50% я говорил. Так, ну, по поводу охраны труда в том, что работник может отказаться от выполнения опасной работы, которая не прописана в его должностной инструкции. Это можно назвать плюсом. Так. Может отказаться. А как вы это себе представляете? Этот отказ? Ну, если... Вот вы были бы этим работником, вот я прихожу, а вы ничего не делаете. Вы почему не работаете? Ну, почему я ничего не делаю? Я докладываю о том, что я отказываюсь выполнять эту работу, потому что она представляет опасность в связи с разгаминализацией каких-то радиоактивных грузов и так далее. Как вы докажете, что вы докладываете? Дорогой товарищ. Вы же тут конфликтолог. Ну, чего вы так вот? Я... Ну, завтра вот я скажу, что вот человек отказался. Я приду к вышесидящему начальнику, скажу, что вот этот Иванов, он вчера отказался работать, выполнить задание производственное. А вы что? Где ваш доклад? Вы сделали доклад? Как вы докладываете-то? На бумаге. А где бумага? В каких экземплярах у вас будет бумага? В трёх. В трёх. Так, дальше судьба этих трёх. Первые мне отдаёте. Давайте вашу бумагу. Я раз её. Чего? Не думаете, такого не бывает? Бывает. Ну, что делаете дальше? Тогда в таком случае это является нарушением договора, потому что в коэктивном договоре написано, что я могу... Нет у меня никакого нарушения, нет вашей бумаги, всё. Вы мне не давали ничего. Как будете доказывать? Ну, вы же конфликтолог, вы чё? Я позову трёх свидетелей, которые подпишут, что я вот передал информацию, отказываюсь выполнять опасную работу. А это другой разговор, это другой разговор. Вот это другой разговор. Вы трёх свидетелей. И что они сделают? Бумагу или как будет называться бумага? Акт. Вот. Акт о том, что такого-то числа, такой-то, рабочий такой-то, начальнику такому-то передал какой-то документ. Копия прилагается. Да? Да. Это вот второй. А один, например, себе оставите. Я правильно понимаю? На всякий случай. Один-то я порвал уже. Сниму ещё одну копию. Сделаю ещё один экземпляр. Сделаю ещё. Потому что если вдруг я три буду рвать, а вы мне даёте, я там рву, а вы мне даёте. Три свидетеля так и подпишут, что... Я на четвёртом уже, у меня скучно становится, а тут вы как раз и акт пришли составлять. Вот это красиво. А вы так излагаете, как будто нет конфликта. То есть конфликты. Надо констатировать, что есть конфликт. Причём какой конфликт? Один товарищ защищает норму коллективного договора, локального, нормативного, норму права, признанного государством. А другой идёт против нормы права. Это кто он? Нарушитель нормы права. А если нарушитель нарушает право, значит он подлежит наказанию. Что вы требуете от своей бумаги от меня? Со мной сделать? Что-нибудь требуете, нет? Или просто пишите? Я требую обеспечить безопасность на рабочем месте. Не надо требовать обеспечить безопасность. Требует привлечение меня к административной ответственности. На имя начальника отправьте из генерального директора такую бумажку. А вы просто требуете вас обеспечить. Что вы сейчас в центре событий? Пусть он будет в центре событий. Такой-сякой. Заставляет, конечно, в нарушение норм охраны труда, выполнять работу, которая может привести к расстройству здоровья, или к травме, или к гибели работника. Поэтому прошу его уволить. Вот если на имя генерального директора будет бумага с просьбой уволить его. Его же рассматривать надо. Бумагу надо рассматривать. И этот вызовет этого. Слушай, ты что там наделал-то? Ну что ты придумал? Ну что ты делаешь? Что я должен делать теперь? Что ты думаешь, что я должен тебя защищать? Таких, как ты, у меня полно. Вот он будет теперь работать. А ты, до свидания, и все. Потому что я должен показать, что я хороший, добрый. Правильно? А не просто, что зачем я буду с этим докером? Его не известно, что с ним делаешь. Он еще на меня напишет. Пусть он лучше на него напишет. Его уволим. Вот этот работает будет. Он в очках солидный человек. Ну мы как-то вот с вами конфликтологи. Мы же не разжигаем конфликт, но мы реально это понимаем. Как это бывает? Так это и бывает же. Так, давайте защищайте дальше вот этот договор. Что там у вас хорошего? Дружки ваши, видно, написали вы и хвалите его. Так. Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудового договора с работниками организации. Как? Смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудового договора. Да, это очень важно. Хороший пункт, получается, при реорганизации, при смене власти. Да, смена собственности имущества без всякой реорганизации. Это же опционерное общество. Там все время идет смена собственника. Ну кто-то больше и кто-то меньше. Вам-то какое дело? Вы работаете, как работали, так и работали. Вот смысл такой, что я как работал, так и работаю. Я если раньше точил это, и сейчас я точу. А кто там собственник? Там, по-моему, уточнение было, что не просто собственник, как владелец собственника. Нет, тут про собственность именно смена собственника. А там, где реорганизация, это отдельная тема. Да, там был пункт про именно при расторжении трудового договора с заместителем директора, или там, выисполняющий обязанности директора, в общем, управляющий. Если, типа, с ним развивается трудовой договор, то это на работников никак не влияет. Ну это вообще должно быть понятна. Почему? Там это прописано. Это прописано, и смысл ясно, так сказать, того, что между кем и кем включается коллективный договор. Между кем? Работодателем и работником. Да, между работодателем. А от того, что работодатель другой, этот генеральный, это не имеет никакого значения. Правильно? Вот это на ссотацию этого факта. То есть, это важно, чтобы не получилось, что пришел генеральный директор Иванов вместо Петрова, и все посыпалось. То есть, на всякий случай это написать надо. Да. Так, так, так. Ну понятно, то ли вы ищете, к чему придраться, или ищете, чего вас посхвалить. У меня перемешка уже все. У меня было сначала расписано, где плюс и где минус, теперь у меня в перемешку. Ну вот плюс тоже. Осважать работников старше 50 лет по их личному заявлению от работы в ночную смену при наличии возможности. При наличии возможности плохой, конечно. Никогда нет возможности, и все. При наличии возможности поставьте мне на экзамене 5. Я ставлю 3. Он говорит, так, а что вы не выполнили пункт? Какой не было такой возможности поставить вам 5. И все. То есть, это пустота, это такие пункты. Такие пункты, вот они, дохеры, которые не тертые калачи в этом деле, они вписывают, думают, это их спасет. Ну как это, вычеркнуть при наличии возможности. Ну как человек 50 лет, что там, стаж, как у него? Возраст у него 50 лет. Нет у него возможности работать уже, а вы при наличии возможности, а вы заставляете его работать. Ведь есть ли возможность работать? У работника нет возможности работать. Как можно такое вписывать вообще? Осудить этот пункт людей, которые приняли такое. Ну как вы такое принимаете? Молодые, здоровые, приняли эти люди в 50 лет при наличии возможности. Он сейчас умрет, а вы его в ночь отправили или сверхурочно куда-нибудь. Вы должны быть въедливым таким, юристом в этом смысле. Ну юристом каким таким? Практическим. Понимаете, во что это может вылиться на практике? На практике сразу вам скажу, нет возможности. Так, теперь без возможности. Вот есть плохой пункт о том, что изменение и дополнение в коллективный договор в период его действия вносится по юбанному согласию сторон в порядок предусмотренным трудовым кодексом или настоящим коллективным договором и оформляется в виде приложений к коллективному договору. В старом договоре было сказано, что хуже коллективный договор сделать нельзя. В новом ничего об этом не сказано. То есть в старом было прописано, что изменение вносится без выборчей. Вот это да и есть, он и есть старый. Ну так а что вы его анализируете, нам такого нету? К новому. А, в новом не написано? В новом не написано. Я их сравнивал, да. А вот в новом как бы такого строго прописания было. А как вы думаете, если в старом написано, вы подумайте сами как юрист, вот я к вам как юрист с юристом разговариваю, если в старом договоре, который истек, который уже не является нормой права, записано, что не может быть хуже, а в новом что может быть? Или старый на новый влияет, нет? Старый на новый влияет. Ну и всё. При этом ваш путь ничего не значит. Ну я их сравниваю между собой. Да вы это сравните, но на самом деле от того, что вы это вписали, это пустая норма, она не выполняется. Вы здесь можете написать всё, что угодно про то, что в новом договоре должно быть рай, рай у вас. Чего вы не написали, что рай будет на вашем предприятии? Вы писали. Но дело в том, что как сделано, не то, что вот вы забрались на ступеньку, и так на этой ступеньке и будете стоять. Нет, так продумана система договоров. Это не такая норма права, которая принята и будет, пока не будет сессии новой, и не будет нового законопроекта. Нет. Она существует, то есть всё, чего добились рабочие или работники, оно существует не более трёх лет. Скисает саму. То есть через три года оно превратилось в ничто. Эта самая царевна превратилась в золушку. Если вы к этому новый проект, который вы калитиного договора не приготовили, вы остались ни с чем. Причём какой надо приготовить проект? Такой же или лучше? Лучше. Намного. Почему? Потому что половину откинуть. Да, поэтому он нужен нам. Так вот, я вам хочу сказать, что после вот этого самого договора, он, видите, на 8-11 годы. А в 14-м году закончилось его действие. Начиная с 14-го года был приготовлен проект, которого вы не видели. Но естественно, как вы можете предположить, был проект, в котором всё было. Вот такой. И тогда, потому что решался вопрос, продлевать, не продлевать. И у работодателя был выбор. Или они продлевают этот, или иметь дело с переговорами новыми, и с забастовкой за более высокие уровни. Они подумали, подумали. Лучше мы это оставим. И он просто стал. Но кончилось 6 лет. На 7-й год. Можно ещё? Можно продлить? А? Нет. Нет. То есть, можно один раз продлить. Всё. То есть, уже второй раз такой фокус, напугать работодателя более высоким уровнем, не будет. Уже не для испуга. Вам нужно сделать проект нового коллективного договора. Когда это нужно сделать? Если у вас договор новый, с 17-го по 3 года, да? 17-й, 18-й, 19-й. И когда должен быть готов проект нового коллективного договора? В 18-м. Ну, в 18-м, конечно. Чтобы целый год, так сказать, все его изучили, все подготовились, подготовились к забастловке и так далее. И говорим, вот у нас такой проект. Вот тогда можно ещё на что-то рассчитывать. А если вы к концу 19-го и придёте на переговоры, как там написано, что создаётся совместная комиссия, на которой создаётся коллективный договор. А я к совместной комиссии, это должен прийти не пустой, а с готовым. Причём есть с таким готовым, за которое проголосовало больше половины работников. Так, вот я, этот самый генеральный директор, а вы приходите на переговоры и говорите, Михаил Васильевич, вот у нас тут есть, мы тут немножко своим умешком-то порохинули и приготовили к проектику договорчика. Вот если вы его не подпишете, вы не сработали с коллективом. Это что за формулировка? Это меня выгонят. Вот под вашей статьей там, что смена руководителя. Почему? Обычная формулировка не сработала с коллективом. Поэтому мне это не надо. Вот где серьёзное дело. А сами такие записи, что в следующем договоре должно быть не хуже, это пустота. Это ничего не означает. Эта иллюзия создаёт защиты, а нет никакой защиты в этом. Защита, тут получается, что защита у вас может быть на три года, когда итог борьбы может действовать три года надёжный. И ещё… Или шесть лет, если продлят. Или шесть лет. Нет, а продлят без борьбы, не продлят. Ну как это я буду продлевать, когда можно опустить всё и меньше прибыль тратить. Поэтому без борьбы на три года. На три года спокойствие. И ещё, а уже через три года большая забастовка, а тут малая. Или подготовка забастовка. Вот тогда да. Вот это с одной стороны норма права, а с другой стороны это норма права временная. А хотите постоянно делать революцию? Она вам запрещает. У вас запрещено делать революцию? Нет. Нет? Запрещено создавать Совет? Нет. Ну не хотите создавать, не создавайте. Вы и забастовки-то не хотите делать, а без забастовок Советов не будет. Поэтому все на эту всю пропаганду очень спокойно смотрят. Правящий класс. Да это всё разговоры. Вы же пойдёте сверхурочно намётесь, работаете, будете. Я же видел, вы сюда некоторые на лекции не ходите, потому что на лекциях тут вам знания дают. А вы сидите, работаете. Лучше три смены работайте подряд. Чтобы никогда вы не выбрались из нищеты. В чём смысл-то сверхурочных работы? С одной стороны закрыли у нас вечернее отделение. И заочное закрыли. Пусть он на дневном занимается. То есть для работников, которые работают, нет возможности заниматься. А с другой стороны, поскольку после баклавриата надо через два года учиться, не один год как при их специалитете, а два года. Ну это же немыслимо, шесть лет, чтобы вас кормили родители. Или вы сами. Шесть лет. Значит, тогда вам надо днём работать. А раз днём работать, а куда? Да, вечером. А где это такие заканчиваются работы, чтобы они к 17-20 уже могли приехать? Я таких не знаю. Где вы их такой находите? И то есть вас поставили в какое положение? В положение вечерников, которых, между прочим, не отправляют. Вечерники, они шесть лет учились. Знаете, да? Шесть. Как магистры. И вечером занимались, то есть как вы. Это вечерники нового дня, нового периода. А заочники в сессию им освобождали на работе месяц. Им читали лекции, они месяц смогли не ходить на работу. А вы можете не ходить на работу? Нет. Нет. Как вы можете не ходить на работу? Вот и всё. И что получилось? Ухудшение. Вот в этом коллективном договоре прописана учёба работников. Освобождение для тех, кто занимается, какие-то блага. Вы вот подумали со своей точки зрения? Нет, не прописано. А? Не прописано. Так это плохо же? Да. Поэтому, с одной стороны, мы этот берём коллективный договор, как реальный, какой есть, как это реальный, компромисс, заключённый. Это итог коллективного трудового спора. Правильно? Он закончился компромиссом. Закончился тем, что принят вот такой компромиссный вариант. В чьих интересах? И работник, и работодатель. Да, в обоюдных интересах. То есть понятно, что компромисс всегда означает, что не полностью удовлетворены одни интересы, а не полностью другие. Но, так сказать, вот после длительной забастовки решили, что лучше на этом согласиться. Иначе будет хуже. Прежде всего, работодатель понял, что ему будет хуже, и лучше это делать. Потому что докеры ещё обратились к президенту с просьбой национализировать порт. Имеют право? Имеют. Везде, сплошь и рядом, за границей, в Европе, государственные порты. А у нас всё это частные. Частные не понимают государственных задач. Не выполняют. Давайте его национализируем. И всё. И они решили, что не надо играть с огнём. Потому что, если до этого экономически решался вопрос, ну, у них работодатель возглавляется миллиардером Лисиным, собственником. У него 17 миллиардов долларов. Что ваши забастовки? Сколько миллионов выходили меня заводить? 500. 500 миллионов. А вот когда у меня собираются всё забрать, а это им ничего не стоит докера, а здесь коллективно собрались, и от портового комитета заслали письмо Путину. Ну, Путин встретился с миллиардером, посоветовал, ты там давай как-нибудь заканчивай забастовку. Он же не говорит, что докеры заканчивают забастовку. Путин докер не говорил, слушай, давай заканчивай сейчас забастовку, а иначе уже предложение, если лежит, то у меня наставили. И забастовка закончилась. Вы же имеете право написать куда хотите. Ну, вы и написали. Ну, и закончилось тихо, мирно, всё хорошо. Так. Ещё какие у вас мысли? Да, вроде всё из таких. Всё, да? Спасибо, значит, это полезный анализ, интересный. Спасибо. Мы прошлую лекцию завершили на том, что вот в программе коллективных действий стоит такой пункт, как привлечение к уголовной ответственности работодателей в случае дискриминации при приёме на работу и незаконном увольнении. Ну вот, при незаконном увольнении, конечно, это можно реализовать, этот пункт, правильно? Потому что можно посмотреть закон, как действовала администрация, а вот при дискриминации при приёме на работу это очень трудно доказать. И таких случаев практически нет. Потому что вам скажут, ну нет, это никакая не дискриминация, просто у нас это не нужно, это такой работник. И всё. Никакой дискриминации тут нет. Как вы докажете дискриминацию? И кто будет доказывать? Один человек, он один, он ещё не попал в коллектив, и его никто не защищает. А он как бы, эти люди защищают неизвестного. Как можно защищать неизвестного? Который ни в каком контакте не состоял с ними и так далее. Поэтому человек при приёме на работу должен немножко выдержаться по поводу всяких разных требований, но став членом коллектива, должен выдвигать не индивидуальные требования, прежде всего, а какие? Коллективные, за которые стоит коллектив в целом. Вот тогда уже можно добиться улучшения положения. Так, вот тут есть требования в области национальной экономики, налогов и финансов. И кто может выдвигать такие требования? Требования не протесты, опять, это протесты, чисто негативные действия, а требования, это могут выдвигать профсоюзы. У нас есть федерации разных профсоюзов, по крайней мере, сразу могу назвать вам несколько федераций. Это Федерация независимых профсоюзов России, она переговоры ведёт, входит в трёхстороннюю комиссию, конфедерация, куда и представители работодателей входят на национальном уровне, на уровне России, и представители работников, а также представители государства, от правительства. Туда входит и конфедерация труда России, и поэтому вот на этих переговорах можно ставить эти вопросы. и вот какие вопросы они предлагают в области национальной экономики, налогов и финансов. Повышение реального содержания зарплаты. Для этого не надо никуда на уровень обращаться, вот так уже обращено, в кодексе написано в двух статьях, в 130-й и в 134-й, в 130-й государство гарантирует повышение уровня реального содержания зарплаты. Чем оно гарантирует? А тем, что вам предоставило право на забастовку, если вы недовольны, вам право записали? Записали. Значит, ваши действия законны. Что вы еще хотите от государства? Сами боритесь? За вас, что ли, будет бороться государство? А оно же не ваше государство. Что оно за вас будет бороться? Так что большему ничего не получится. Следующая статья, 134-я. Обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. Что это означает? Что зарплата должна расти номинально и быстрее, чем повышаются цены. Верно? Ну, и в чем проблема? Ну, для этого, скажем, государство могло бы на государственных предприятиях соответствующий уровень задавать темп. Оно этого не делает. А на частных предприятиях вы под это подстраивались. Кто это? Это для кого это записано? Ну, право это для тех, кому это надо. Вот вы хотите этим правом воспользоваться? Ну, пожалуйста, пользуйтесь. Как им воспользоваться? Пожалуйста, делайте забастовки. Для этого не надо никакой трехсторонней комиссии. На любом предприятии вы можете включить в коллективный договор, в проект коллективного договора, повышение номинальной зарплаты больше, чем уровень повышения цен на сколько процентов? На сколько вы собираетесь заложить в своем коллективном договоре? На 12. На 12. Почему на 12? Потому что мы будем еще бодаться во время переговоров, кончится дело пятью или шестью, да? Грубо. Ну вот. А если вы начнете с шести, кончится тремя, а если трех, кончится одним процентом. Поэтому давайте заложим 12 и посмотрим. Ну и много таких предприятий, которые себе в проектах коллективных договоров поставили такой уровень. Вот в программе стоит повышение уровня реального. Насколько хотите, настолько и ставьте в требованиях. Требования вас ограничивают к работодателю какими-то пунктами. Говорят, ни в коем случае не требуйте больше пяти или больше трех или больше одного. Есть такое? Нет. То есть нет претензий к государству у вас? Нет. А к работодателю это ваше отношение. Вы органы социального партнерства, стороны социального партнерства. Вы договариваетесь. Если не согласны вам целый вон там раздел право на забастовку, бастуйте. Вам право дали? Государство вам дало? Вы что хотите, чтобы государство за вас, что бегало и добивалось вашей зарплаты? Вот мы свои зарплаты сами добиваемся, продвигаемся там и получаем. И все. Вы знаете, что есть закон о пенсиях государственных служащих? Знаете? Сколько там? Что записано? 75 процентов от отклада по занимаемой должности. Вот если я депутат Госдумы, получаю 400 тысяч, сколько у меня будет из пенсии? Скажите, пожалуйста. 300. Хотите, чтобы была такая же пенсия? Боритесь. За повышение зарплаты. Она от зарплаты зависит? Пока все. Вот мы доборолись за пенсию, у нас 400 тысяч, а вы не доборолись. Плохо боролись. А как вы боролись? Как боролся? Пришел, пришел в Думу, в выборах боролся активно, участвовал. Можете и вы выбираться. У нас каждый может пойти в кандидаты. Найдите паруси, который вас выдвинет или какого-нибудь богатого человека, который будет спонсировать вашу выборную кампанию. Вы не нашли? Не нашли, то есть вы неудачник, а я удачник. А удачный, сейчас такое общество свободное. Удачники выигрывают, а неудачники проигрывают. Если я выиграл, я успешный. А вот он не выиграл, он не успешный. Правильно? Все. Правильно я объяснил? Так объясняется? Ну все. Короче говоря, вы не хотите сами бороться, не хотите выставить такие требования, и что вы тогда хотите от государства? Вы хотите быть издевенцами государства. Было это в советское время. Вам хотите, не хотите, вам повышали пенсии, зарплаты. Прошло то время, наступило наше время, теперь ваше. Вы хотите повышения? Пишите в коллективных договорах. Приучайтесь бороться. Коллективно причем. Вас приучает государство, вас приучает коллективизм. Это хорошо или плохо? Это отлично же. Если вы не научитесь коллективизмом, вам ничего не светит. А коллективно это все. А когда вы научитесь коллективизмом, может вы создадите свое государство. Какое вы сейчас можете создать государство, если у вас нет ни одного коллективного договора, порядочного? Вот выходит и раскритиковали единственный хороший договор. Тут же располосовали все на куски его. Разнесли. Это картина. Посчитайте, сколько было забастовок в пятом году, в семнадцатом году, и сколько сейчас. Сейчас никаких забастовок почти нет. Сейчас, когда три или четыре месяца проработают без зарплаты, останавливают работу. И что получается? Нарушение? Потому что нет такого в законе остановка работы, если не платят зарплату. А какой есть? Какой пункт есть в трудовом подвесе, который... А? Беостановка. 142 статья. Приостановить работу можно до выплаты зарплаты. Ну а что вы не работали бесплатно? Ну если вам нравится работать бесплатно, ваше дело. Вы любите работать бесплатно? Да. Как нет? Я чувствую, вы любите. Если вы не знаете, какая статья. Я уже сразу понял. Раз вы не знаете, какая статья. А зачем мне? Я люблю работать бесплатно. Мне не надо знать таких статей. Нет, чтобы сразу сказать, как 142-ю нарушили и так далее. Сразу надо сидеть, писать бумагу, что я приостанавливаю работу. А что вы три месяца спрашиваете? Вот они молодцы, борьба. Это никакие они не молодцы. Лентяи. Издевенцы. Они думают, что кто-то должен за них думать о том. Ну нету там, государство за вас сейчас не думает. Почему? Государство решило воспитать из вас сознательных людей. Советское государство не воспитывало сознательных. Оно вам все давало так, бесплатно, без борьбы. Вырастило издевенцев. Теперь надо, вот, буржуазное государство, из вас выращивать людей, которые могут постоять за себя, коллективно. Это же хорошо. Это же школа жизни. Из всего надо видеть. Во всем надо видеть, что-то хорошее есть. И да разве были такие отделения конфликтологии? Не было. У нас и конфликтов-то не было особенно таких. А сейчас есть конфликты. Вот не было бы этих конфликтов, и вас бы его и не учили сейчас. И в какой магистратуре. Вообще вам повезло. И кафедре повезло. И мне повезло. Я бы не преподавал здесь на конфликтологии. Занимался бы философией, абстрактными вещами, бытие, ничто, становление. Значит, один вопрос, который они куда-то вознесли в этой программе коллективных действий, он решается на уровне предприятия. В том числе путем доведения номинальной заработной платы до стоимости рабочей силы. Стоимость рабочей силы. Я вам уже называл. Есть вот такая работа у меня, называется. Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов. Висит на сайте Московского отделения фонда рабочей академии. Там есть расчет стоимости рабочей силы, который проводили рабочие под моим руководством докеры. Тогда, когда им, как говорится, нечего было делать во время забастовки. Это люди, которые осуществлены от работы с оплатой по среднему на время переговоров. Вот они это все посчитали. И посчитали, какая должна быть зарплата для нормального воспроизводства. И насчитали, что если двое работают, то 164 тысячи рублей. Они получают около 90. То есть они где-то к этому близки. А ведь диспетчер они получают 200. То есть они на этот уровень вышли. Ну и те, кто не боролись с соответствующим образом, они этого не получают. Это справедливо. Кто борется, тот получает. Кто не борется, тот не получает. Некоторые думают, что если вы просто будете много работать, то много будете получать. Когда будете много работать, будете много болеть. Я имею в виду много за пределами рабочего дня. Вот один мудрый рабочий на красном сорве у меня сказал, что если вы будете давать нам разбавленную зарплату, мы вам будем давать разбавленную работу. Хотите сгущенную работу, давайте сгущенную зарплату. То есть должны, товарищи, рабочие понимать, что без этого нет. Вот если сейчас такая картина, что за один час создается эквивалент вашей зарплаты, рабочий создает эквивалент своей зарплаты, а семь восьмых забираете работодателей, ну это ни в какие ворота не лезет. Кто это? Вы хотите, чтобы работодатели, ну вот представляете, вот у вас вот раз, два, три, четыре человека, пять сидит, пять человек мне сдают по тысяче рублей, а я отказываюсь. Ну если вы так добровольно, то каждый пишет, добровольно сдаю вам на развитие и так далее. Ну как-то странно, вы ожидаете, что человек откажется. Вот и работодатели, они откажутся. Ну раз работают люди, семь восьмых времени только на прибавочную стоимость, на прибыль работодателей, вы ожидаете, что они откажутся. Как, у них есть что купить, еще есть острова, и еще есть виллы на берегу. Последняя вот информация свежая. Два дня назад газета «Коммерсант» опубликовала про долги гражданина Кехмана. Вам Кехман фамилия ничего не говорит? Ничего не говорит? Вы что-то в области культуры не разбираетесь. В области культуры товарищ Кехман, художественный руководитель двух театров. Михайловского нашего, которая на площади искусства, и Новосибирского, которое новое слово в искусстве говорит. Раньше он был директором того и другого. А еще раньше он был, прежде чем он стал директором, директором сразу двух театров в нашей современной России, он был поставщиком бананов в России, из Латинской Америки. Самым крупным поставщиком бананов. Но прославился он не этим, а тем, что он взял кредит. Кредит у двух банков. Один банк называется Банк Москвы, а другой банк называется Сбербанк. У Банка Москвы он взял 10 миллиардов, и более четырех взял у Сбербанка, и у других по мелочи. В общем, 20 миллиардов он взял. Потом он умудрился не отдать ни тому, ни другому. На 20 миллиардов, как вы думаете, он хороших адвокатов себе нанимал или плохих? Вот я возьму 20 миллиардов, а вы со мной будете судиться. А я тут соберу, какие есть лучшие адвокаты в России, и вот они будут тут сидеть, вот они сидят, а вы со мной судитесь, и вот ваш адвокат один сзади. Ну что вы пришли судиться? Вот, видите, это вот известные всемирные адвокаты. Что вы со мной будете? Короче говоря, он взял и в Англии выиграл суд о том, что он банкрот. Но если он банкрот, вот если сейчас я вас по 10 тысяч соберу, раз, два, три, четыре, пять, о, 50 тысяч. И выйду на секундочку из этого, из комнаты, потом вернусь, скажу, вы знаете, я вынужден вам сообщить, я банкротился. Это что значит? Не отдам вам ничего. Причем не то, что не отдам, то что я плохой, а вот он не так, как я вот сейчас вам сказал, приду и скажу. А вы скажете, а у вас есть судебное решение? Вот у Кехмана есть английский суд. А вы нас знаете, наши суды, наши суды теперь ерепенецы, говорят, а нам это английское ничто. Хорошо, он пошел в наш суд, адвокат этого не уровень. Понимаете, какие, а у вас что-то один. И выиграл в нашем суде. Но все равно у него эти обыкновенные суды, ему все-таки написали, что он не полностью освобожден от ответственности. Хоть он и обанкротен, и поэтому он не подлежит, так сказать, вроде уголовной ответственности. Но тут подсуетилась наша МВД, дорогая, которая год назад приняла решение, что его уголовное дело опустили рангом ниже по степени нарушения. И он не подлежит уголовной ответственности. К этому осталась только одна простая задача, взять с него 20 миллиардов. И вот эти разозленные банки, Банк Москвы и Эдбирбанк, пытаются эту задачу решить. И вот они заметили, что у него в Каннах, во Франции, есть огромная квартира, в котором три спальни, в котором два винных погреба. Ну и там три ванных там и так далее, и на Лазурном берегу. И подал Банк Москвы в английский высокий суд. И суд присудил, что это незаконно, что он вызворачивается и обманывает, и прочее, и прочее, и прочее. Тогда суд в Канне тоже присудил, но он ждет, когда вот это все будет ему доставлено, и защитится решение английского суда французским правосудием, и тогда с него можно будет взыскать. А пока с него и взыскать нельзя. И Галона, соответственно, он не принадлежит. Вот представьте, это 20 миллиардов. 20 миллиардов в открытую, на фоне, так сказать, всем известных фигур, которые есть. В области культуры он здесь. А вот он как банкрот не может быть директором. Поэтому он теперь художественный руководитель Михайловского театра и художественный руководитель Новосибирского театра. Но деньги у него свои есть, заморплата ему не нужна. Если бы у вас было 20 миллиардов, вам бы надо было зарплату? Да зачем вам эта зарплата? Только тратить время, ходить, подписываться. Вот, пожалуйста, перед лицом, то есть ловит каких-то мелких. Ну что Захарченко? Захарченко, этот полковник несчастный, 9 миллиардов. Трать эти деньги, вот 20 миллиардов. Вот это деньги. И ничего они с ним не делают. А как получилось, что вода ему скосили? Наверное, человек нашел подход. Вот у нас такое общество, в котором деньги много значат. Он же художественный руководитель. Художественный человек. Художественный человек. Да. Это человек искусства, а ему вот какие-то... Ну что привязались к человеку? Ну взял человек 20 миллиардов. Отстаньте от деятелей искусства. Правильно? Свободу, товарищу Кехмана. И за счет чего предлагается доведение номинальной зарплаты за стоимость рабочей силы на основе снижения затрат труда, цен, тарифов на электроэнергию, железнодорожные перевозки, коммунальные услуги и тому подобное. В результате роста производительности труда за счет внедрения достижения научно-технического прогресса. И наверное вы читали, есть был такой указ Владимира Владимировича о том, что надо 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. И тут недавно, поскольку я вот читаю прессу как человек образованный, приобщенный к этой высокой политике, вот читаю, что как считают у нас наши СССР, наши статистические органы, что такое высокопроизводительные рабочие места. В промышленности никакого роста производительности нет. Ну там меньше процента, ползучие совершенно показалось. А в целом у нас уже создано более миллиона высокопроизводительных рабочих мест. А как? А что это за такие места? А это когда берешь выручку этой организации и делишь на число работающих. И оказалось, брокеры, маклеры и всякие деятели из банковской сферы в расчете на одного получают очень много. И у них очень все выросло. И вот раз у них очень много выросло, значит, уже товарищи отчитались, что у нас не 25 тысяч, как это представлялось президенту. Миллионы у нас созданы высокопроизводительных рабочих мест. А вот некоторые там застаревшие, они считают, что по-прежнему берут в промышленности количество изделий и делят на количество работников. Да это у нас цифровая уже экономика. Все цифры надо дорисовать другие. Все. Что вы там считаете? Или еще показатель был надежный. Это взять трудоемкость продукта материального. Трудоемкость – это количество труда, как в нем содержащийся. Если трудоемкость падает, значит производительность труда растет. Трудоемкость – это величина обратно пропорциональная к производительности труда. То есть на самом деле производительность труда не растет, а дорогая наша статистика показывает бурный рост. А как это было обеспечено? Организационно. У нас статистика с недавних времен подчиняется какому министерству? Да, экономическому развитию. Вот если вы меня возглавляете СССР, а я Орешкин, министр. Так, сколько у нас темпы роста в этом году? Добрый день. Тихо, тихо. Сколько? Добрый день. Так, вы уволены. Так, сколько у нас темпы роста? Сто. Сто. Ну вы через край тоже уволены. А вот сколько? Не надо нам жуликов. Сколько у нас? Тридцать три. А? Тридцать три. Тоже очень. Вот товарищ, наверное, скромный, сейчас скажет нормально. Сколько? Двадцать процентов. Вот двадцать процентов у нас. Чего вы жульничаете? Не надо жульничать. Двадцать процентов у нас рост. Сейчас наложим президенту, правительству, по всему миру, напишем везде сообщения. Ну надо бы тоже додумались. Это вот услужили вы, это, опаснее врага. Такой Голикова сказал, что у нас безработица теперь нет. Ну вот. Что на бирже труда полтора миллиона вакансий, а безработных зарегистрирован на 600 тысяч. Получается, что все нормально. Да, хорошо. Вот. Я чувствую, вы много знаете. Нужны нам в министерстве такие люди, которые много знают? Ну подумайте. Так. Обращение природной ренты в пользу всего населения страны. Такой пункт. Хороший. Хороший? Хороший. В соответствии с этим пунктом. Будем считать, что в соответствии. Потому что то, что предлагает профсоюз, оно так или иначе находит отклик. У кого? У некоторых порядочных деятелей, в том числе и разного государства. Например, помощник президента, товарищ Беловусов, написал письмецо. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, вот вы еще ищите деньги, а вот они. Надо вот избыток сверхдохода, которые есть, которые связаны не с деятельностью наших ресурсодобывающих компаний, а с колоссальным ростом цен, в которые они никакого вклада не внесли. Давайте его заберем в доход государства. Он говорит, согласен. Владимир Владимирович написал, согласен. Но в доказательство того, что у нас президент не все решает, как накидывались на него, ну и прямо такого шума-то не было наверху, а там-то был аппаратный шум. Да как это так? Что такое? Все эти возмутились. Вот скажите, пожалуйста, кто кому подчиняется? Президент буржуазии или буржуазии президенту? Президент буржуазии. Ну и президент, собственно, на этом. Прошло немножко времени, и все эти сверхприбыли оказались, как показали соответствующие данные, за границами нашей славной страны России. Сразу ушли туда. Это все. Так что, так бы они попали сюда, а так они попали туда. Национализация крупнейших корпораций. Ну вот тут надо сказать, что этот пункт, худо ли, хорошо ли, но как-то потихонечку начинает выполняться. Сколько у нас процентов ВВП вырабатывается на госпредприятиях в России? 72. 72. Ну куда? Видите как. А крупнейшие корпорации какие? Космические, крупнейшие, конечно, корпорации по нефтедобыче. То же самое. По газу, то же самое. Кораблестроительные корпорации, как вы думаете? Рост технологий. Крупнейшие все корпорации. Так что тут все хорошо. И вот недавно есть такое на Красном ТВ выступление Владимира Александровича Кучука. Он работает программистом. Взял да посчитал, что оказывается, вот 500 предприятий, крупнейших предприятий, 500 корпораций, вырабатывает более 70% ВВП, 500. А миллионы других предприятий, которые всяких живопырок о них оформлено, про которые все время талдыщат и триндят по радио, по телевидению, что мелкий бизнес нас спасет, мелкий бизнес нас спасет. Мелкий бизнес, который там не имеет ни высокой техники, ни технологии, не имеет, так сказать, постоянных каких-то помещений, в котором работает по 16-18 часов, ну вот он при всем его усердии обеспечивает менее 30% ВВП. Вот это вот картина. Так что можно сказать, что этот пункт почти выполнен. То есть надо сказать, что когда какая-то мощная организация, в данном случае профсоюзная, союз профсоюза такой, Федерация профсоюзов России, выдвинул такую, они рано или поздно к этому начинают все эти ручейки потихонечку в это русло стекаться. И получается такая вещь. Введение прогрессивного подоходного вложения. Здесь тоже есть некоторая подвижка. Владимир Владимирович когда объяснял, что я сказал, ну зачем прогрессивно, вот если мы 20% сделаем прогресс, то есть высокие доходы 20%, то мы получим недостаточно денег для того, чтобы решить проблему пенсионной реформы. Спрашивается, а он с какой страны взял такие данные? 20% в какой стране такая система налоговложения, где с самого большого капитала берется 20%? Скажите. В Грузии. В Грузии. В Грузии, Грузии и Россия, это две большие разницы. Возьмите, но возьмите вы Германию или Францию, там сколько? С высоких доходов сколько берут? 50%, 40%, 50% во Франции, 42%. В Соединенных Штатах Америки, ну она, конечно, не ахти какая страна, но не Грузия же, там 33%, а у нас сколько? Там 33%, а у нас 13%. Если в Америке берут 33%, а у нас 13%. Почему в Америке деньги есть у государства, а у нашего нет? Ответьте мне на этот вопрос. Ну, ясное дело. Ну, так вы не берете, если вам и не дают. А скажите, пожалуйста, а почему в Америке на это соглашается Буржуазия, и во Франции? Там что, дураки? Как вы думаете, капиталисты дураки, идиоты? Вот вы как считаете, капиталисты идиоты? Нет. Ну, представьте себе, я крупный капитал. С меня взяли во Франции, сейчас вот меньше берут, сейчас 51%, а то брали 56,8%. Я миллиард евро выдал на гора доход, и с дохода, с миллиарда евро, с меня состригли 568 миллионов. Осталось 434 миллиона всего. Мало. Мало. Это первый акт. Но хорошие шахматисты, чем отличаются от плохих? Они обычно смотрят хоть на два шага вперед, ну, хоть на два. Второй шаг. Второй шаг. Государственный бюджет формирует заказы крупным предприятиям. Предприятиям. Кому отдадут заказы? Крупным или мелким? Богатым или мелким? Ну, конечно. Ну, конечно, крупным. Вот мне дадут заказ, соберут с вас денежки из мелких предприятий и дадут мне заказ. И я верну себе свои эти 568 миллионов с большой прибылью. Поэтому тут чудес не бывает. Если это буржуазное правительство, что оно, ущерб буржуазии действует? Да нет, конечно. Просто это как бы вдох-выдох. Заплатили. Потом раз, обратно получили. А вы маленький? Вы тоже получили. Но мало. А получили? Вы можете соревноваться по заказам. У вас что есть-то? Что вы будете строить? Чем вы будете строить? Вот у нас техника. Посмотрите. Смотрите, что у нас есть. У нас все есть. Деньги есть, техника есть. Ну, деньги давайте. А техника у нас уже есть. Все приспособлено. Технологии, кадры и так далее. Поэтому никто от этого не обеднел во Франции. Французские буржуа богатеют. Немецкие буржуа богатеют. Русские, они думают, что обманывать будут одного, второго, и хотят за счет удлинения рабочего дня, за счет обмана трудящихся прожить. Ну, поэтому и получается, что у нас... Сколько у нас процент мирового ВВ в России? Один. А? Где-то один. Один и семь. Один и семь. Не надо преуменьшать. Не надо очернять нашу капиталистическую канаду. А в Америке сколько процентов мирового ВВ? Все хватается за интернет. Семнадцать. Семнадцать. У них семнадцать, у нас один и семь. В десять раз больше. Ну, вот смотрите, у нас сейчас ракетно-ядерный потенциал. Ну, вы же понимаете, что если вы в другой стране в десять раз... Ну, они выкинут денег еще в три раза больше, чем у нас на оборону, и спокойно при этом проживут. А у нас это трещит уже. Денег нет уже, у нас представитель правительства говорит, денег нет. Ну, кто-то, у кого они тогда есть? И вот пример. Поэтому, насколько этот пункт актуален. Поэтому, конечно, профсоюзы должны требовать прогрессивного подоходного налоговобложения. Вот это они могут требовать. Вы можете это на предприятии требовать? Нет. Ну, что вы будете требовать на предприятии от своего хозяина предприятия прогрессивного налоговобложения? Это надо требовать в трехсторонней комиссии. Это должны профсоюзы требовать. Федерация профсоюзов России. Вот одна федерация уже требует. Федерация профсоюзов России. А другие федерации не требуют. Потому что другие федерации встроились в систему буржуазной власти. Потому что справедливая Россия и буржуазная партия, и единая Россия и буржуазная партия. КТР под шапкой ходит справедливой России, а Федерация независимых профсоюзов России под шапкой единой России. И гражданин Исаев, который является заместителем Шмакова, председателя Федерации независимых профсоюзов России, является заместителем руководителя фракции «Единой России», и он носил этот проект пенсионный. Поэтому это вот сейчас мы видим наяву. Поэтому без решения политических вопросов профсоюзы слепыми и глухими остаются, если они в этом не разбираются. И думают, что все это само приложится. Поэтому, вот скажем, наша с вами попытка пошире рассмотреть с более высоких позиций все эти коллективные проблемы, коллективно-трудовых споров, она полезным является делом, чтобы мы не строили иллюзии, что на уровне коллектива одного и одного предприятеля, одного работника, можно решить проблемы, которые закладываются где-то на самом большом верху. На национальной экономике или национальной политике. Так, у нас с вами остался один учебный день. Есть у нас не выступившие еще? То есть мы с трепетом ждем вашего выступления в следующий раз. Поскольку оно последнее, вы можете совершенно спокойно, опираясь на то, как перед вами выступали, сделать гораздо лучше, чем все остальные. Правильно? Постарайтесь. Вот постарайтесь. А мы посмотрим. Будет приятно. Спасибо за внимание. Всего хорошего. В РПРФ есть профсоюзы? Как могут быть у РПРФ профсоюзы? РПРФ также с РПРФ контактирует.